Всем привет! Вот еще одна пластиночка прибыла в мой дом замечательная пластинка 2001 года группы прекрасный Liquid Tension Experiment. Вот такая вещь. Пластинка номер 3, номер 1, номер 2 выходили уже не помню сколько лет назад, давно, но между первый и второй перерывчик небольшой, соответственно между второй и третий перерывчик чуть подольше. Liquid Tension Experiment, все знают что это такое, кто эти люди, Тони Левин, Джон Петруччи, Майк Портной, Джордан Рудос, то есть King Crimson плюс Dream Theater. Пластинка, как и альбом Dream Theater, свежий, тоже двойная, красоты вписанной. Вот такие люди здесь красивые у нас и знакомые до боли. Яблочки симпатичные, что приятно в домашней коллекции. Ну и компакт-диск прилагается тоже внутри. Для тех, у кого нет винилового проигрывателя, но зачем-то купившим себе виниловую пластинку. Ну, виниловая пластинка звучит гораздо лучше, чем компакт-диск на самом времени. Компакт-диск, только если в машину старого образца, ту машину, в которой есть еще, так сказать, отделение для компакт-дисков, к сожалению, не во всех уже они существуют. Ну да ладно. Чем эта пластинка мне показалась интересной? Во-первых, она, конечно, с одной стороны, похожа на предыдущие две работы этого чудесного квартета, а с другой стороны, похожа да не очень. Показалась она мне сначала по первому прослушиванию довольно попсовый. Ну, в хорошем смысле попсовый, не, конечно, не что-то там, не Whitesnake, прости господи, не их ночью будет помянут, но какой-то очень доступный. Первую вещь, когда я поставил, называется она Гиперсоник. Показалось, что звучит не Liquid Tension Experiment, а звучит Dream Theater по таким невероятным запилам замечательного гитариста и адской работе барабанщика, то есть прямо Dream Theater включился не на шутку и очень похоже по мелодике, по структуре, по рифовой вот такой загрузке и по скорости адской. Адская скорость просто невероятная. Портной здесь вспомнил свои лучшие годы в Dream Theater, наверное. Ну, так же, как и Петруччи. Но потом дело пошло уже на лад. Ну, с моей точки зрения, может быть, с вашей это не совпадет. Неожиданно кайфовейшее соло Петруччи на гитаре. Такое, не скажу, что нежное, но лирическое. Но при этом быстрая, сильная, прерываемая вот этим самым его тэппингом, невероятного качества, замечательной техникой. И потом дальше снова смена ритма, смена гармонии, смена всего-всего-всего, смена размера, смена темпа, как они любят все. И понеслось, 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 понеслось. И несется, 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 несется. Несется очень здорово, но ощущение такое, что кончить никак не могут. Была у одного питерского музыканта Сили песня по названию им не могу кончить. Вот они долбят, долбят, долбят в хорошем смысле этого слова. Несутся, 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 несутся. Петруччи наяривает, 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 наяривает. Кончить никак не могут. Потом, наконец, вдруг раз, бац, кончили. И кто-то сказал мяу в конце. Ну, потому что все, надо, надо кончать. Следующий номер. Beating the Odds. Чистый рок, чистый ракешник. Начинается с рифа Петруччи на четырех нотах, если мне... Четыре ноты. Классический хард-роковый риф. И пошло Рубилово, пошли мочить в этом рифе. То есть, опять-таки, Liquid Tension Experiment я не узнаю, на самом деле, по первой стороне. Потому что раньше это был такой сложнейший джаз-роковый прогрессив на первых двух альбомах, замороченный, накрученный. А здесь такой просто рок-рок-рок с большой буквы р-р-р. Прямо фигачит и фигачит. В хорошем смысле этого слова. Но тоже не без лирических отступлений. С возвращением в тяжелый рок. Но на второй стороне Liquid Evolution уже пошла лирика. Пошла лирика, очень красивая, очень тонкая, специкатта. Такая хорошая. Тоже рухнувшая в какой-то момент тяжелый рок. Но основа очень лирическое, которое приводит к the passage of time. 7,5 минут полотно. Неожиданно классический арт-рок. Просто классический арт-рок, но очень тяжелый, очень такой роковый, очень ревущий, с гитарой мощнейший Петруччи. И пока здесь как-то Тони Левин как-то ощущается по странному стечению обстоятельств, аккомпаниатор. А не одним из полноценных лидеров. Может быть, мне так показалось, я всего раза три послушал этот альбом. Но как-то вот секция Dream Theater здесь выходит на первый план. Опять-таки, красивейшая соло гитариста The Passage of Time. Очень-очень мощная вещь. Она действительно похожа на такой прог-арт-рок 70-х годов. Местами напоминает даже Camel. Но Camel не всегда играли, ведь и не везде медленные, красивые произведения. У них были и мощные достаточно куски гитарные. Но вот по мелодике гитарные даже в сторону Camel какой-то уход. Зато третья сторона начинается с произведения Chris and Kevin's Amazing Odyssey. Удивительная Одиссея Криса и Кевина. И здесь Тони Левин себя раскрыл уже по полной адские звуки электрического контрабаса. или на чем он там играет, я не знаю. Но назовем это электрическим контрабасом. Скрежет, вой, гудение. Ну, все это в нотах, естественно. Все хорошо, все правильно. Но раскрылся Тони Левин здесь по полной. Надо сказать, любителям игры на бас-гитаре и контрабасе тут есть чего послушать и чему поучиться. Ну, а главное, конечно, изюмина. Я бы даже сказал этого альбома. Не изюминка, а изюмина. Фрукт. Такой просто, которого никто не ожидал, наверное, даже увидеть и услышать. Тем более, это произведение Гершвина «Рапсодия ин блю». «Голубая рапсодия», да, как говорят. Удивительная совершенно симфоническая тире джазовая произведение Гершвина, которое исполнено музыкантами Liquid Tension Experiment с любовью, с одной стороны, с пониманием, с другой стороны, и с юмором, с третьей стороны. А без юмора музыка, особенно тяжелая музыка, существовать не может. Без юмора тяжелая музыка это полное уныние, полный упадок и никому не нужное гудение просто. Так вот, «Рапсодия ин блю» это фантастическое исполнение здесь, на этой пластинке. И всего остального могло бы и не быть. Если была бы одна эта «Рапсодия», уже бы эта пластинка осталась, если не в веках, то на полках коллекционеров, на полках меломанов на долгие-долгие годы. Потому что очень хорошая, действительно, очень хорошая версия. 13 с небольшим минут она длится. И это сплошное наслаждение. Сплошное наслаждение. Опять-таки, я повторюсь еще раз, что юмор чудесный. Это как гитара с квакушкой, там удивительные звуки клавишных Родоса, бас Левина. Все вместе, все так красиво, так точно и так замечательно. «Shapes of Hope» «Тени надежды». Четвертая сторона. Ну, а также «Key to the imagination». 13 почти с половиной минут. «Shades of Hope». Хорошее полотно, хорошее, не длинное, ничего больше сказать про него не могу. В отличие от «Key to the imagination», которая завершает эту пластинку, это почему-то, вот почему-то у современных артистов возрастных достаточно. Посмотрите, какие они, да, не молодые парни совсем. Почему-то просыпается тяга к музыке в семидесятых и вот этот самый «Key to the imagination» это в чистом виде такой арт-рок семидесятых годов, тяжелый, но все-таки «Dreams of Hope» плюс «Kin Crimson». Здесь и «Kin Crimson» слышен уже на этой самой «Сюите». Здесь и «Elton John» слышен уже на этой самой «Сюите» в плане мелодики клавишных, там кусочки есть такие прямо «Elton John» гармонии, ходы лирические, которые переходят в страшный «Kin Crimson» гитарный рев. Здесь и такие вот в хорошем смысле нагромождения аккордов «Genesis», то есть все вместе прямо сделано в одном, три в одном, да, как это называется, «Key to the imagination». Очень хорошая вещь, я повторю, тринадцать с небольшим минут, и для завершения альбома лучше ей не придумаешь, просто такая вот «Сюита», «Сюитовна», «Сюитова». Очень хорошая вещь. В общем, в целом, пластинка мне показалась, как всегда, очень сложной, музыкально-исполнительской, но для слушателя, для потребителя она звучит гораздо проще, понятнее и доступнее, чем два предыдущих альбома, что не умаляет ее сложности профессионализма исполнителей и очень хорошей композиторской работы. Правда, произведение Гершлина здесь как бы все-таки уровнем выше выглядит, композиторски чисто. Все-таки Гершлин это композитор, композиторович композиторов. Музыканты Liquid Tension Experiment тоже композиторы высококлассные, но вот Rhapsody in Blue здесь выделяется особенным образом. Так что альбом очень советую всем приобрести, ну или не приобрести, а скачать там, купить в интернете, но слушать, слушать, слушать и наслаждаться. Хорошей музыки много не бывает. До новых встреч, друзья, до новых пластинок. Их у нас много. Пока.